Прямо сейчас эти ниши находятся в опасности. Каждый день мне пишут ютуберы, которым отключают монетизацию навсегда. Я назову вам 12 ниш, по которым вероятность отключения монетизации в ближайший месяц стремится к 100%. Некоторым из них потом удается помочь оспорить решение об отключении монетизации. Другие же навсегда теряют свой проект. Поехали! Подростковые каналы в тематике Reddit, где закадровый голос зачитывает истории и сообщения, а на экране показывается текст или слайды. Каналы о жизни известных людей с закадровой озвучкой и демонстрацией видеоряда в варианте слайд-шоу об этих людях или в варианте видео, взятого из каких-то источников. Любые каналы, построенные на движке BeamNG, особенно с использованием брендированных персонажей. Каналы с использованием популярных персонажей и брендов, таких как супергерои в реальной жизни, персонажи из мультика Тачки и ряд других. Детские каналы с пугающими персонажами, такими как Хайги-Вагги, Кисси-Мисси и подобными. Каналы с реакциями на контент, где присутствие ведущего и его роль минимально. Каналы в формате шортс, где видеоряд состоит из стороннего контента, пусть даже взятого по лицензии Creative Commons или взятого на видеостоках с озвучкой, особенно с генерированной нейросетями. Каналы с контентом, в котором доля дублирующего материала составляет более 40%. Контент может быть компиляцией в рамках одного существующего канала или это видеоролики, перезалитые с других YouTube каналов, в том числе принадлежащих вам. Локализованные каналы, где вы загружаете один и тот же контент, но добавляете к нему метаданные на разных языках без изменения звуковой дорожки. Каналы со спасением животных, где показываются жестокие сцены исходного состояния животных до спасения. Вот это особенно грустно, потому что, к сожалению, к нам обращается ряд авторов, которые действительно помогают животным и им отключают монетизацию, которая столь важна для того, чтобы эти волонтерские организации могли продолжать работать. Мы сейчас ведем переговоры с YouTube о том, чтобы YouTube научился отличать, дифференцировать каналы, где животных специально помещают в ужасные условия и потом якобы их спасают от каналов, где волонтеры действительно помогают бездомным и попавшим в беду животным. Но пока что дифференцировать не получается. Каналы с однообразными видами природы, где контент подается как расслабляющий и сопровождается естественными звуками или музыкой. Горение костра или шум воды, водопада – все это попадает в зону риска. Каналы, посвященные политике и выборам в Соединенных Штатах. Это не полный список ниш, которые находятся в опасности. И также в опасности находятся каналы, которые совершают ошибки в своем аккаунте AdSense. Например, ставят реквизиты банка, который попал под санкции. И чтобы понять, ваш канал имеет риск отключения монетизации или нет, напишите нам по ссылочке в нашу поддержку. Мы проверим. Дополнительная информация по этой теме публикуется в моем телеграм-канале Kanaden. Ссылка в описании. Также мы помогаем выводить заработанные деньги на YouTube. Помогаем разрешать различные вопросы. Восстанавливаем каналы, где это возможно. Возвращаем монетизацию, где YouTube идет навстречу. И взаимодействуем с YouTube очень плотно. Как вы знаете, у нас есть доступ к менеджеру YouTube напрямую. У нас есть доступ к консоли сертифицированных специалистов. И через медиасеть мы можем решать очень сложного уровня вопросы. Не на уровне вашего общения с поддержкой медиасети, а на уровне руководства, которое взаимодействует со всем с другими людьми внутри структуры. Поэтому обезопасьте себя прямо сейчас. А по всем вопросам обращайтесь по ссылочкам в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!